2 февраля одни из крупнейших телеканалов Украины прекратили вещание. Отключение популярных СМИ произошло после издания президентом Украины Владимиром Зеленским указа о введении в действие соответствующего решения Совета национальной безопасности и обороны. Целевая аудитория телеканалов Ньюс Ван Зики-112 расстроена решением президента. Многие вспоминают, как в начале своей каденции президент Зеленский неоднократно упоминал, что не собирается ограничивать работу средств массовой информации и влиять на свободу слова. Вам тяжело, да, журналистам выживать в этих условиях. Я прекрасно знаю, понимаю. Но считаю, что президент такие вещи не должен вмешиваться. Это, по крайней мере, хоть и каналы, если принадлежат определенным лицам, вещать их или не вещать, по крайней мере, это должен решать народ. Это точка невозврата. Вот именно вот с сегодняшнего дня, когда были запрещены без решения суда три канала, ЗИГ, Ньюс Ван и 112 канал, это, говоря, мягко говоря, преступление даже не назовешь. Это преступление против собственного народа. И до этого сегодняшнего дня, наверное, вот эта власть зеленых, она умерла. Еще вчера. Мне канал 112 очень нравится. И я хочу, чтобы он продолжал работать. Скажите, то, что сейчас он не будет работать, как-то повлияет на свободу слова в Украине? Ну, я, например, как для себя считаю, я пенсионерка, но мне он очень интересен, потому что я узнаю очень многое. Поэтому я считаю, что он должен продолжать работать. Уже диктует условия о информации. Это монополисты. Гоньба. Скажите, повлияет ли это как-то на свободу слова? Конечно. То, что вот начали... Конечно, это уже, считай, тебе диктует, что ты не можешь уже выразить свою точку зрения. Я считаю, это политики свои каналы пропихивают. Вот и все. Обеспокоены данным решением и медиаэксперты. С редакционной политикой тех или иных СМИ можно не соглашаться. Но в конечном счете последнее слово за зрителем. Именно он голосует кнопкой пульта дистанционного управления. Задача государственных институтов – обеспечить и защитить право выбора. На самом деле, это решение политическое, решение ангажированное. И самое главное, оно, как это сказать, принято очень глупо. Цитируя того же автора, поддержавшего Майдан, я скажу, что один раз, открыв ящик Пандоры, закрыть его не удастся. То есть, он говорит, я это предупреждал еще в 2015 году в связи с закрытием российских соцсетей, что мы потом начнем закрывать телеканалы, мы потом начнем закрывать радиостанции, мы потом начнем закрывать все. И сегодня, в информационную эпоху, это не может закончиться ничем, кроме катастрофы. И о чем думает Зеленский и его администрация, мне, честно говоря, непонятно. В Союзе журналистов Украины считают, что блокировка трех телеканалов, нелояльных к власти, без суда и следствия, наступление на демократию и свободу слова. Организация уже направила соответствующие письма. В Международный союз журналистов, в Союз журналистов Европы и Офис ОБСЕ по вопросам свободы медиа. Секретариат управления спилки журналистов Одесской области поддерживает решение главы национальной спилки журналистов Миленко Сергея Антоновича, потому что в год 30-летие независимости Украины закрывать телеканалы, это, знаете, неправомирное, мабуть, решение, потому что не должно быть такого. Вы знаете, это наступ на демократию. Від слова «свобода» давно мы забули, від слова «палова» брехня поддаёт, без слова и слово говорит, и правду псует. Без правды оно не существует, с погрозой поряд живет, творит и творит, своего не чипает, а врага бьет. Я не хотел бы, чтобы среди засобов информации мы сегодня шукали врагов. Это те же граждане нашего государства, нашего государства, которые делают свою справу 24 часа на день и каждый день. Отметим, что по состоянию на 3 февраля все сайты телеканалов, попавших под санкции, работают нормально. Контент обновляется в соответствии со стандартным режимом работы. 112 «Украина», «Ньюс Ван» и «Зик» намерены бороться за свое право вещать и быть в эфире. Василий Базовлук, Владимир Ивжич, Герасим Олесенков, телеканал «Репортер».